Приветствую! Законопроект 9480 действительно предлагает изменить действующее законодательство в контексте выезда из Украины граждан Украины от 16 до 18 лет. При этом данные изменения предлагаются задействовать не только на период военного положения, но и на последующие периоды. При этом подчеркиваю, что это касается всех граждан Украины, а не только юношей от 16 до 18 лет. Перед тем, как мы разберемся с тем, какие же будут внедрены ограничения, хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она более оперативно, чем на ютуб-канале. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. Ну а теперь перейдем непосредственно к законопроекту 9480. Как вы видите, предлагается изменить гражданский кодекс Украины. Мы не будем останавливать свое внимание на всех изменениях, потому что широким кругам населения они не представляют интереса. А вот посмотрим именно на то, что будет в контексте ограничений, что нового будет. Вот посмотрите, предлагается вот такая норма. Физичная особа, яка досягла 18-й роки в мае право на вильный самостийный выезд за межи Украины. Конечно же, в этом месте кто-то расплакался, кто-то рассмеялся с учетом вот этого слова. Мы же знаем, какой у нас на сегодняшний день вильный выезд за межи Украины. Что характерно, вот данное предложение, оно есть и в действующей редакции Гражданского кодекса Украины. Правда, с одним лишь отличием. Вот здесь написано 16-й. То есть, на сегодняшний день, согласно действующему законодательству и Гражданскому кодексу, и правил перетинания державного кордона, граждане Украины, даже во время военного положения, даже мужчины, выезжают по достижению 16 лет самостоятельно, без родителей. А теперь эта норма звучит вот так, как вы видите на экране. Да, и вот здесь изменили что? Слово 16 на 18. Это что значит? Какое ограничение будет? Будет следующее ограничение. До 18 лет ни девушка, ни мужчина не смогут выехать самостоятельно. Подчеркиваю, самостоятельно. То есть, выехать они смогут только в сопровождении родителей, как сейчас выезжают, до 16 лет. Либо же в сопровождении тех лиц, которых родители уполномочили. Сейчас это до 16 лет, будет до 18 лет. Устанавливается сразу же исключение. Посмотрим его. Вот оно идет в следующей части, в следующем абзаце, где сказано, что физичная особа, яка не досягла 18 лет, мае право на вильный, вильный, да, самостейный выезд за межи Украины у разу набутя нею повною цивільною дієздатностью у зв'язку с реестрацией шлюбу, або надання ей повною цивільною дієздатностью, у зв'язку с тем, що така особа записана матерью або батьком дитини. То есть из этого правила, нового правила, что выехать ты можешь самостоятельно только после 18 лет, будет исключение. И это исключение связано с тем, что человек либо зарегистрирован в браке уже, да, зарегистрировал брак, либо записан отцом, либо матерью ребенка. И в таком случае он сможет выехать, либо она уже самостоятельно. До этого момента выезжать можно будет только в сопровождении родителей. Итак, подводя итоги, можно сказать следующее. Никакого ограничения на выезд мужчин до достижения ими 18 лет во время военного положения не появляется. Даже если этот закон будет принят, он будет распространяться как на мужчин, так и на женщин, но при этом ограничение связано с тем, что они самостоятельно не смогут пересечь границу. Если же их будут сопровождать родители, либо лица, которым родители выдали доверенность на их сопровождение, они смогут беспрепятственно выехать. Соответственно, мужчины возрастом до 18 лет смогут выезжать из Украины просто в сопровождении. Но никаких дополнительных документов в контексте того, что там разрешение от ТЦК и ЕСП и прочее, не появляется никаких новых требований только с родителями, либо с лицами, которые их заменяют, либо же которым родители доверили. Поэтому здесь сохраняем полное спокойствие. В этом плане, наверное, это хорошая новость, потому что, безусловно, я понимаю, что сейчас уже многие СМИ будут выпускать заголовки, новости с заголовками о том, что, мол, мужчинам до 18 запретили выезд из Украины. Нет, не запретили. Никакого запрета там не предвидится. По меньшей мере, пока. Да, в последнее время это, в принципе, для нас такое ключевое слово. Кстати, если кому интересно, я ссылочку оставлю, вы сможете почитать обоснование этого законопроекта. И там, в принципе, все связано с идеей защиты прав детей. И говорится о том, что, мол, в европейских странах есть запрет на свободное перемещение по стране детей в возрасте до 18 лет. И, мол, те, кто приезжают из Украины, они, если сами приехали, они одиноки. Их может задерживать полиция, там помещать в приюты и прочее. И вот, мол, чтобы этого не было, мы, как бы, заботясь о детях, в первую очередь, которые выезжают из Украины самостоятельно, мы вот таким образом будем теперь их защищать. И почему-то складывается, ну, не знаю, у меня по меньшей мере такое впечатление, что это больше не защита интересов детей, а защита интересов тех стран, в которые эти дети выезжают. Ну, смотрите, давайте так, откровенно говорить. Да, во-первых, дети от 16 до 18 лет достаточно редко выезжают без родителей. В принципе, да, даже при отсутствии этого запрета. В тех случаях, когда это происходит, скорее всего, дети выезжают там с тетями, с дядями, с бабушкой, с дедушкой и так далее, да. Теперь добавляется, что нужно будет сходить к нотариусу, дать разрешение на вывоз этого ребенка. Соответственно, ну, какие-то дополнительные расходы для семьи, для дополнительные трудности. При этом это же будет, скажем так, хорошо, если вообще такая возможность есть. А если родители остались на оккупированной территории, что тогда? Все, дети выехать не могут? Ну, вот может же быть такая ситуация, да. И что? И как быть с этим? Ну, с этим как быть? Понятно, что пока это законопроект, не закон еще. Поэтому, если вдруг у вас, в вашей семье сложилась такая ситуация, что родители, например, остались на временно оккупированной территории, здесь дети живут с бабушкой, с дедушкой, либо с какими-то другими родственниками, пока эти дети могут выехать в Европу. В дальнейшем имейте в виду, если этот законопроект будет принят, не смогут уже выехать. Все, они вот здесь будут, ну, не то чтобы заперты, но вот в каком-то таком подвешенном состоянии, что да, по территории Украины передвигайся, а туда уже не получится. Имейте это в виду и планируйте свои действия дальнейшие, исходя из этой информации. Но подчеркиваю, пока это только законопроект. Как только за него проголосуют, обязательно сделаю видео и уведомлю вас о том, что его приняли. На этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok